Это слиток золота, пробу которого определяют как 4 девятки. По сути, это химически чистый драгоценный металл, доля примесей в котором составляет порядка 10 граммов на тонну. Именно в таком виде он поступает к ювелирам, где уже после добавления других химических соединений золото превращается в изделие той самой 585 пробы. Однако этому сложному пути драгоценного металла предшествует не менее сложный процесс очистки добываемого золота, который называется афинажем. В нашей стране всего 11 афинажных предприятий и одним из самых крупных является Преокский завод цветных металлов города Касимова. Афинаж – это очистка благородных металлов, золота от примесей. Поставщики, которые добывают в недрах нашей земли драгоценные металлы, направляют нам на афинаж, направляют нам сырье с разной чистотой. Это от 1% до 90%. Мы в своем производстве производим химическую очистку этого золота, то есть убираем бульгарные примеси из сплава и в итоге у нас получаются слитки золота, платина, палладия, серебра чистотой 4 девятки. Золото, содержащее сырье на Преокский завод цветных металлов попадает со всей страны. Его структура разнообразна. Это и шлиховое золото, и золото, содержащее сплавы, и отходы радиоэлектронной и ювелирной промышленности. Все сырье нуждается в очистке. На сегодняшний день Преокский завод цветных металлов является единственным предприятием в России, который использует в технологии афинажа золота процессы царско-водочного электролиза. Внутри находится раствор царской водки. Здесь царская водка, а нотка тут позволяет получать с помощью электролиза химически чистое золото. Сам состав раствора, технология подачи купажа, больше, меньше, сила тока и так далее, это все наши данные. Мы их никому и запатентовали. Сами установки, то же самое, это чисто разработка завода. Еще одна из технологий афинажа золота, используемая на заводе, – химическая очистка. Металл загружается в реактор, в реактор заливается смесь азотной соляной кислоты, золото растворяется, переходит в раствор. Серебро, медь, которое находится в этом сплаве, осаждается на дно в виде осадка. Золото, в виде костяк, через раствор фильтруется и заливается раствор золотой на осаждение. Вот в этих реакторах двух происходит осаждение золота химическим путем. Полученное золото переплавляют и формируют слитки. Стандартные 12-килограммовые, поднять их можно с большим трудом, и мерные. Этот небольшой по размеру слиток довольно тяжелый, весит он целый килограмм. А ежегодно на этом заводе производится более 60 тонн чистого золота. На заводе существует собственная пробирная лаборатория, в которой различными методами измеряют массовую концентрацию элементов примесей в афинированном металле, что позволяет гарантировать качество производимого продукта. Это прибор для определения содержания примесей в растворах, как мы видим. С цеха афинажного производства к нам поступает проба. Мы отбираем две оликвоты, чтобы проверить большие содержания и маленькие. И, собственно, с помощью этого прибора анализируем пробы на заявленные элементы, которые требуемы цехом. Прибор по подающей системе с капиллярами затягивает небольшое количество пробы внутрь, где в разряде высокочастотной индукционной плазмы происходит ионизация элементов. И они начинают светиться, каждый на своей определенной длине волны. Собственно, эту информацию с помощью программного обеспечения мы и считываем из этих растворов. Познакомиться с процессом очистки золота журналисты смогли благодаря пресс-туру, организованному пробирной палатой России, которой 13 февраля исполнилось 317 лет. Сотрудники палаты также приняли участие в пресс-туре и рассказали журналистам об основных аспектах деятельности пробирной палаты, которая, по сути, является главным надзорным органом в сфере оборота драгоценных металлов. В Российской Федерации по законодательству обязательному опробованию и клеймению подлежат ювелирные изделия. Все ювелирные изделия, предназначенные для реализации. То есть все то, что вы покупаете в ювелирных магазинах. На себе эти изделия должны иметь государственное пробирное клеймо. Это легко проверить. В магазине может любого продавца спросить, где клеймо пробирной палаты. И там в обязательном порядке должно стоять это клеймо. Выглядит оно достаточно просто. Это силуэт русской женщины в кокошнике. Традиционное российское клеймо. До этого была потеконечная звезда. И, соответственно, на изделии, если это изделие находится в продаже, вы должны показать, что на этом изделии есть клеймо. Вот так нам выдалась уникальная возможность не только познакомиться с процессом очистки драгоценных металлов, но и подержать в руках химически чистое золото наивысшей проба.